МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники Градсовета решили, что земля будет предназначена для строительства комплекса спортивных объектов. По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, участок находится вблизи развивающегося квартала «Зеленестрой-2» и соответствует требованиям по размещению спортивных объектов. Инициативу передачи земли для возведения спорткомплекса поддержал региональный комитет по спорту. Валерий Шерин поручил спортивному ведомству совместно с администрацией города проработать вопросы привлечения потенциального инвестора и поиска застройщика для возведения данных объектов. Более 19% от общей численности населения региона привит от гриппа. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор. За счет средств федерального бюджета в Тульскую область поступило около 300 тысяч доз противогриппозной вакцины. Это 44% от заявки. В настоящее время и взрослая, и детская вакцины использованы на 99%. Привито более 200 тысяч взрослых и 58 тысяч детей. За прошлую неделю у РВИ заболели более 5 тысяч человек. Подмосковный «Феникс» стал победителем первого этапа чемпионата России по следж-хоккею, который прошел в городе Олексин Тульской области. Судьба промежуточного золота решилась в противостоянии «Феникса» и «Югры», которые перед заключительным туром имели равное количество очков. У Олексинской звезды задача на сезон скромнее. Команда завершила первый этап на шестом месте. Подробнее в нашем сюжете. Календарь чемпионата России по следж-хоккею принес настоящий подарок любителям этого вида спорта. В заключительном туре сразу два топ-матча. «Югра» и «Феникс» спорят за золото, «Ястребы» и «Удмуртия» за бронзу. Судьбу третьего места решила одна забитая шайба «Удмуртия» с деревянной медалью «Ястребы» третья. «Боролись, очень сильно старались. Мы давно уже спорим, какая команда сильнее «Удмуртия» или «Ястребы». Оказалось, на этом этапе пока «Ястребы» впереди». Главный матч не только игрового дня, но и всего первого этапа «Феникс» – «Югра». Команда из Хантамансийска в предыдущих шести встречах своих соперников смяла с общим счетом 81. «Феникс», впрочем, тоже шел без потери очков. Два предыдущих сезона мы уступали именно «Югре». До этого были чемпионами, пятикратные чемпионы страны «Феникс». Те два сезона уступили, и для нас это очень принципиальная игра. Статистику «Югре» «Феникс» подпортил сначала в первом периоде, затем в начале второго – 2-0. Хантамансийцы смогли отквитать одну шайбу, но вскоре «Феникс» восстановил разницу в два результативных броска. За три секунды до конца встречи «Югра» смогла снова сократить отставание до минимума, но на большее времени у команды не хватило. 3-2. Победа «Феникса», «Югра» пока вторая. Очень много сил оставили в этом матче, много эмоций. Немножко не хватило сил в третьем периоде. Настраивались, конечно, на победу, но немножко не сложилось. Будем готовиться, не опускаем руки, будем работать дальше. Пятое место заняла сборная Москвы в последнем туре, обыгравшая башкирских пиратов «Звезда» на шестом месте. В последнем туре «Олексинцы» разгромили сборную Челябинской области со счетом 23-0. Второй этап чемпионата России пройдет также в «Олексине» в марте. Юрий Зайцев, Андрей Ремезов, новости Тулы. Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов может возглавить в «Московский Спартак». Об этом сообщает ряд спортивных СМИ. Утверждается, что Кононов – главный претендент на пост рулевого «Красно-Белых». Более того, на вчерашней тренировке Олег Георгиевич отсутствовал. В «Арсенале» слухи об уходе тренера назвали бредом. Контракт со специалистом подписан до конца года. По его условиям, Кононов не имеет права вести переговоров с другими клубами. В случае разрыва соглашения «Арсеналу» будет выплачена неустойка. Напомню, после победы «Канониров» был уволен с поста главного тренера «Спартака» Масима Каррера. Допустим, все это не слухи. И в этом случае от таких предложений, конечно, не отказываются. Это «Спартак». Вопрос в другом. Сможет ли Кононов в «Спартаке» сразу показать результат. Этого у него не получалось, например, в «Ахмате». Ему нужно устроить команду. Но в любом случае, если «Арсенал» потеряет такого специалиста, это, конечно, будет очень плохо для клуба. Жители четырех домов в поселке Камарки уже несколько лет добиваются ремонта канализации. Из-за неисправных стоков все скапливается в подвалах. В квартирах от сырости завелась плесень. И это не единственная проблема поселка. Ольга Чегинцева продолжит тему. Подобную картину и хуже можно наблюдать в четырех домах по улице Камарской поселка Камарки. Вот уже несколько лет жители добиваются ремонта канализации. Она вся течет в подвал, где и скапливается, как результат, плесень в квартирах и сырость. Нам обещали до октября месяца сделать канализацию, провести от Щегловского вала, значит, к нашей выгребной яме. И то все раскопали, трубы проложили, и на этом тишина. Показывали то, что льется. Еще по весне показывали. И до сих пор это все не устранено. И это не все проблемы. По словам местных жителей, муниципальные автобусы на рейсы регулярно не выходят. Чтобы уехать в город на работу, в школу или поликлинику, люди вынуждены проходить через лес до конечной остановки маршрута 33. Дорога занимает порядка 40 минут. Мы ехали со школы с ребенком. Ребенок мой на инвалидности. Инвалид детства. Проблем с ногами. Автобус не пришел. Мы стояли зимой. Было холодно. Позвонила в транспортную компанию диспетчеру. Я спросила, где наш автобус. Диспетчер ответил. Говорит, автобуса нет, автобус сломался. Люди обили не один порог различных инстанций жалобами. По словам жителей, в управляющей компании «Чистый город» ответ один. Устраним в понедельник. В обещанный день сотрудниками компании работы по устранению проблем с канализацией не проводились. За разъяснением мы обратились в УК «Чистый город». Нет, не могу прокомментировать. Работы ведутся. Жильцы вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции. В планах написать открытое письмо губернатору. Ольга Чегинцева, Сергей Давыдов. Новости Тулы. Это все события к текущему часу. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте. ТСН24.ру